Приветствую вас, Сергей, давайте сразу с вами определимся с тем, чего вы хотите. То есть, хотите ли вы девушку свою вернуть, на самом деле. Если хотите, то в таком случае вам имеет смысл, наверное, проанализировать больше именно свою модель поведения, проанализировать свои действия, вот, спросить именно себя, почему вы начали кричать, почему вы, ну, почему вы себя начали так вести, вот, как вы себя, собственно, вели, вот. И что вас, собственно говоря, к этому привело, да, вот, потому что вряд ли конфликт, который вы описываете, начался, условно говоря, только вот с этого эпизода, который вы описываете, вот. Я сильно в этом занимаюсь, я, честно говоря, думаю, что конфликт у вас начался давно, и проблемы у вас, собственно, тоже начались, я бы сказал, давно, вот. Другое дело, что с ними, с этими проблемами, с источниками проблем, нужно работать, то есть нужно это именно исследовать. И в первую очередь, что нужно исследовать, это ваше отношение к ситуации. Это ваш вклад, грубо говоря, в конфликт, который произошел. Потому что если речь идет именно о скандале, то вы здесь играете в эту самую игру, психологическую игру, скандал, который называется скандал, вот. Вы играете в эту психологическую игру, а она происходит, она проистекает, она получает свою жизнь из-за того и потому, что вы боитесь близости. То есть вот вы можете сами ознакомиться с психологической игрой, скандал, и поисследовать эту историю. Поисследовать этот момент для себя, самопоятно. Вот. И, соответственно, сперва нужно разобраться с вашей реакцией на ситуацию. Вот. Нужно разобраться с тем, почему вы, наверное, так отреагировали, и в чем заключается основная проблема. Вот. Нужно разобраться вам в себе. Вот. Необходимо разобраться в себе вам. Чтобы вы, ну, более полно понимали, что с вами происходит. Чтобы вы более полно понимали, какая конкретно ваша проблема. Чтобы вы более полно понимали, что именно вам неприятно, как именно вас задевает вся эта ситуация, связанная с девушкой. Да. Вот. Вот. За что вы, там, к примеру, себя обвиняете. Да. Вот почему вы себя обвиняете. Например. То есть, вот эти все моменты, на мой взгляд, их нужно разобрать. Эти все моменты нужно разобрать и рассмотреть. И когда вы придете, условно говоря, в норму, когда вы разберетесь в себе, когда вы разберетесь со своими эмоциями, когда вы придете, вот, ну, к определенному пониманию того, чего вам хочется, что вам нужно. Вот. Когда и если у вас будет такое понимание-непонимание, вот, я думаю, что тогда вы сможете совершенно адекватно выработать, значит, те модели поведения с девушкой, вот. То направление и, условно говоря, тот вектор, тот вектор, ну, взаимодействия с девушкой. Чтобы прийти к какому-то, вот, логическому завершению или развитию ваших отношений. Потому что пока вы производите впечатление очень тревожного, очень боящегося, или можно правильно сказать, боязливого человека. Вот. Который, к сожалению, да, не совсем, допустим, ну, не совсем, допустим, уверен в себе. Само. То есть, вот, у меня есть, у меня есть такое ощущение, у меня есть такое чувство, что вот вы, вы в себе не уверен сам. Что вы сомневаетесь в себе, что вы боитесь чего-то, что у вас есть, там, страх, ну, страх перед чем-то. Вот. Что, может быть, вы, к примеру, боитесь, ну, может быть, вы ревнуете. То есть, то есть, ну, может быть, может быть, может быть, у вас есть вот это чувство ревности к девушке. Может быть, вы боитесь остаться один, вот. Может быть, есть какие-то еще другие причины и основания, почему вы реагируете по этому образом, вот. Но, на мой, на мой взгляд, необходимо это определить, потому что вы совершенно бравы, что возвращать девушку сейчас, никакого смысла нет, никакого нет смысла девушку возвращать сейчас, потому что вы ее вернете, да, допустим. А конфликт, который, ну, вот, происходит между вами, да, он снова и снова, как бы, о себе знать даст. Скорее всего, скорее всего, поэтому, поэтому, именно поэтому сейчас, как бы, возвращать девушку особо смысла нет. Просто потому что вы наткнетесь, там, условно говоря, да, на те же граммы, вот. Понимаете, такая штука, вот. Поэтому я думаю, что ответить вам на вопрос, который вы задаете, можно, наверное, ну, наверное, примерно так, да. Разобраться в себе, в самом, вот, определиться с тем, чего вы хотите, например, для себя, определитесь с тем, что вам нужно, что вам нужно для девушки, вот, и дальше уже можно будет что-то вам рекомендовать, ну, в дальнейшем уже можно будет вам что-то рекомендовать, вот, вот, вот так, в принципе, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Если вам нужно, чтобы разобраться нужно в собственных предскоречиях, в собственных конфликтах, в собственных ваших страхах, если они есть, ну, они, они, скорее всего, есть, они, скорее всего, есть, вот. И дальше уже будет понятно, что вам нужно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо.